Приветствую вас, если вы обратились в раздел «Эзотерики» и хотите, чтобы вам погадали, например, то боюсь, что вы ошиблись немножечко разделом, потому что психологи не гадают, да, поэтому, соответственно, если вы хотите именно гадания или какого-то предсказания, то вам, соответственно, лучше воспользоваться услугами «Эзотериков» и задать им соответствующий вопрос. С точки зрения психологии, вы получили опыт, который наглядно показал, что не следует спешить с освоением новых видов деятельности, и что навыки свои нужно развивать постепенно, потому что на сегодняшний день данные навыки у вас развиты явно не настолько хорошо, а чтобы они могли вам помогать в вашем делах. То есть, в общем, более планомерное, скажем так, использование своих навыков, да, более планомерное их развитие. Это в позиции деятельности. Теперь дальше. Если мы говорим о ваших отношениях с мужем, представим себе, что мы говорим с вами об отношениях с мужем. В этой ситуации можно сказать так, что порция автомобиля для вашей пары будет означать проверку отношений. То есть, вы как бы для себя сами, да, увидите. Обратите внимание, например, на то, что вы разбили машину, или скажете, да ладно, самое главное, чтобы ты был в порядке, да. Это как бы проверка ваших отношений. То есть, что более важно в ваших отношениях? Материальное что-то или духовное? Ну и, соответственно, для вас, да, для вас, это тоже, скажем так, испытание в том плане, что если вы будете себя винить в том, что сделали, да, ну, просто вот винить, обвинять себя, если вы будете, это будет означать, что у вас явные проблемы, да, то есть вы расщепляетесь, вот, происходит расщепление. Там это вы сами себя таким образом будете подавлять, и подавляя себя, естественно, вы будете страдать. И, соответственно, если мы с вами говорим о расщеплении, то есть обвинении себя, да, о каких-то негативных воздействий, воздействий на себя, если мы говорим об этом, то это уже такой негативный сценарий ваш. И с ним нужно работать, если вы хотите, конечно, если вы хотите, конечно, что-то делать с ним, с этим, ну, с этим вот поведением, да. Образы заключаются только в том, насколько вы готовы прилагать свои усилия. Насколько вы готовы действовать. Знаете, такая штука. И если готовы, то можно этим заниматься. То есть это, по сути, площадка для внутреннего роста. Площадка для личностного роста, если угодно. И момент здесь именно в том, готовы вы или нет эту площадку использовать. То есть, чтобы понимать, например, что обвинение, да, это деструктивная модель, которая является общественной надстройкой, вот, ну, вашей, и которая не имеет ничего общего, значит, в пользе для вас. И если вы хотите, чтобы ваша жизнь была более гармоничной, то вы используете этот момент для того, чтобы подумать. А, вот, ну, например, например, вот я себя виню, да, я себя обвиняю. Как бы, что мне это дает, да? То есть, ну, какой смысл обвинять тебя? Лучше, лучше же поступить как взрослый, да, то есть, понять, что именно не так, что сделал, в чем именно ошибся, и уже, исходя из этого, да, сделать вывод. Правильно такая позиция? Более взрослая позиция. Более взрослая позиция. Вот именно так, и нужно вам себя вести. Ну, если вы хотите именно опыт извлечь, конечно, из ситуации. Я думаю, что, в принципе, именно так можно вам ответить на ваши вопросы. Вот. Еще раз повторю, что если вы хотели получить именно ответ эзотерика, то вам лучше все-таки обратиться именно в тот раздел, в эзотерический раздел, а там вам ответ с точки зрения психологии, ну, не анализировать, что вас подвигло задать этот вопрос, зачем вы его задаете. То есть, вы говорите, для чего мне эта ситуация, в каком контексте. То есть, если вы так говорите, значит, ну, наверное, наверное, у вас есть какой-то запрос, да. Вот. То есть, вы считаете, что любая ситуация в жизни, да, одна для чего-то. Но, понимаете, есть разные интерпретации этого. Есть интерпретация, например, религиозная, да, есть экзистенциональная, есть психологическая. Да, то есть, разные интерпретации есть. И вопрос в том, какую именно вы интерпретацию хотели получить. Опять же, далеко не всегда и не во всем имеет смысл искать смысл. Понимаете? То есть, ситуация может быть дана и не для чего, а просто так. Но вы будете искать в ней какой-то смысл и тем самым вполне возможно будете искусственно, ну, можете искусственно завышать, можете искусственно завышать количество контекста, да, то есть, ситуация произошла, какая-то случилась, и вы начинаете искать в ней смысл. То есть, вместо того, чтобы ее пережить, да, она уже закончилась как бы. Но вы вместо того, чтобы ее пережить, продолжаете искать в ней какие-то смыслы, вот. Тем самым, мало того, что застревая в ней понастоятельно, да, мало того, что застревая в ней, так вы еще и, ну, скорее всего, окружающих людей, например, вашего мужа, тоже будете тормозить, да, просто. Он бы хотел забыть, например, то, что произошло с вами, с вами. А вы продолжая находиться в этой ситуации, ну вот, как бы, как бы, и ему причиняете негатив. Этим самым. То есть, тут вот нужно, нужно постараться найти некий баланс между действительно опытом и тем, что ситуация, она может быть просто так. Ну вот, если вы, например, учились, да, учились водить машину, учились, 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 старались, 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 да, да, вот. Все, как бы, ехали потихоньку, не терапевт, ну, допустим, все, как бы, у вас было, ну, нормально. Вот. И все равно получилось с вами. Там может быть, я не знаю, дорога была скользкая или отвлеклись, да. Что это, это опыт какой-то? Нет. Это не опыт. Это человеческий фактор. И от человеческого фактора от него никуда не деться, к сожалению. Вот. И именно в таких моментах, когда можно говорить именно о человеческих факторах, именно говоря об этом, я и как бы обращаю ваше внимание на ненужность поиска смысла. Потому что там, где человеческий фактор есть, там нет опыта. Там есть просто случайно, да. Вот, например, я свой ответ вам записываю, да, допустим, и чихаю. Понятно, что это нехорошо. Понятно, что вам это будет неприятно. Понятно. Могу я с этим что-то сделать? Ну, в теории, да, я могу там сдержать чих. Но вы же знаете сами, да, что не всякий чих можно сдержать. И иногда бывает так, что невозможно сдержаться. И что? Ну, винить себя за это, например. Понимаете? Вот так это работает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.